всем привет привет мы отправились в парикмахерскую потому что я решил подстричься по 3 миллиметра посмотрим что из этого выйдет а еще не кстати меня сейчас тренировки и меня на ругали при входе в нашу резиденцию что я иду без маски поэтому теперь на выход и на вход я делаю маску а потом ее снимали потому что на улицах нет никого зачем маска там ни одной души поэтому мы подготовлены кстати у нас оказывается здесь доминикане и штраф за то что ты на улицу вышел без маски он в районе 4000 песо это примерно так поэтому мы сейчас вот одели если вдруг поедет полиция быстренько одеваем маски и все хорошо а ну кстати помадка либо поток без разницы слева мы идем мимо нашей резиденции мы идем другую резиденцию парикмахеру к стилисту надо ее знали да она меня однажды уже постригала но у меня волосы опять отросли а еще вы знаете нам сказали что оказывается к нам на пляж туда приплыли морские звезды и я теперь хочу их сходить и посмотреть причем разные размеры и большие и маленькие вот видимо то что нет водок нет людей вода стала чистая не сюда приплыли у юли тут вот какая собачка дома и посмотри на меня феей и классный мы с тобой подружились да мы с тобой подружились да 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 нос сидеть ну-ка ну-ка молодец какой хороший пилот ему понравился правильно ты ему вкусняшку пообещала ничего не дал да скажи юля как у тебя проходит карантин народу много клиентов уже наверно спустя сколько полтора месяца уже много до до не боятся меньше ставить уже под расслабились вообще сидеть сидеть молодец стой лапа молодец молодец какой умница мы решили попробовать смысле полностью всего серьезно 3 миллиметра может 4 хотя бы нет она всему это потом нет мне быстро лишь волосы я сейчас начну снизу 3 делать можно будет еще остановить я хочу прям покороче да юля для меня это для самой шок я не готова это было все клиенту нравится а жене клиента печальненько прикольно все головы когда не любила всех мужчин полюбишь какая у меня стрижка модная стилист сказал это карантинная стрижка называется сейчас прикольно да не да почему прикольно смотрится круто все мы пошли искать морские звезды смотрите мы пришли на океан и вчера океан был вот здесь где заканчивается полоска а сегодня он смотрите как далеко отошел то есть это нужно идти 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 и только потом придешь к океану антошка у нас с новой прической и волосы вчера еще были здесь сегодня хранит у да ты как океан прям и океан был там вчера сегодня нет как вам моя прическа плюсуйте а мы пошли смотреть морские звезды я очень надеюсь что мы их найдем а ты очки взял антошка взял очки самое главное плавать плавать да мы ваши вопросы еще собираем примерно через какое-то время выпустим ролик ответы на вопросы пока еще его не записывали чуть попозже это сделаем вопросов очень много много интересных много обычных типа сколько вы зарабатываете то есть неинтересный вопрос океан видите бирюзового цвета нереально красивый видите да нет водорослей а почему их нету а потому что океан отошел водоросли вот они пустынные пляжи пунта-кана мы живем вон там недалеко от этого кораблика с мачтами и по пляжу мы потихонечку дошли сюда а здесь прям вообще красота как на сауне белый песок бирюзовый океан пальмы мало народу вроде как звезды видели вчера здесь где-то в этом районе вот посмотрим антошку уже поплыл их искать не знаю найдет не найдет может быть нам повезет всем в этой части антошка звезды не нашел я до пропустили все посмотрел у нас нету пойдем поднимемся еще подальше уйдем может быть там будут видимо мы с тобой не везунчики вчера были ленчик добилась чтобы нам сделать скидку нам сделали скидку 20 процентов на проживание то есть мы платили тысячу семьсот девяносто пять сейчас будем платить тысячу четыреста сорок тысяча четыреста сорок но это еще не все мы пошли дальше и нам предложили трехкомнатную за тысяч триста пятьдесят в в обычной жизни трехкомнатная трехкомнатная стоит три с половиной тысячи долларов здесь здесь три спальни зал кухня и еще отдельный как называется отдельный став комната там для прислуги антаманы переделаны она переделана под кладовую под кладовую и в каждой комнате еще свой санузел то есть нас теперь будет три санузла мы решили в нее переехать как это дешевле получается даже нам со скидки отношениях нам здесь у руководства было отвратительно вы знаете как будто бы мы годами и месяцами не платим хотя мы всегда платили наперед абсолютно свинское отношение к таким клиентам как мы видимо им удобнее чтобы люди не платили по месяцам в общем кто если снимать тортизе легче обращаться реально к посредникам то есть не напрямую снимать через ресепшн обращаться к посредникам но в любой другие риэлторские компании отношения на мой куда лучше чем здесь опять же не факт ну ладно а вот момент в мире сложилось то даже русские компании риэлторские русская риэлторская компания со всеми у кого есть договор она снизила арендную плату договорилась с хозяевами апартаментов и более того те люди которые у которых был контракт на полгода на год и они улетели в марте на последних рейсах им вернули все депозиты которые они отдавали ни один хозяин не был против и не сказал что вы знаете мы не будем возвращать депозит а здесь ни одного депозита нам не верну что такое типа депозит то есть чтобы заехать здесь любые апартаменты ты должен оставить минимум один депозит он приравнивается к одному месяцу оплаты за квартиру но сейчас все практически берут два депозита то есть за два месяца аренды за квартиру мы оставляем как некий залог и по условию договора контракта если контракт допустим на 12 месяцев на год то он возвращается в конце срока но так как пошла в стране такая ситуация что был последний рейс в марте месяце из доминиканы в москву просили да и вот как нам от слова девушка не зовут елена то есть практически всем вернули то есть все хозяева вошли в эту ситуацию хозяева апартаментов и всем как квартира съемщикам да всем вернули депозит но если это круто это называется с уважением с пониманием человеческое отношение да но если люди решили остаться здесь то им просто уменьшили до квартплат вот и все заехал на заправку смотрите доллар стоит 55 песо бензин кстати еще подешевел сейчас заплатим долларах не влезла на 2430 песо 150 песо стоит один галлон а сейчас я поехал в магазин хочу купить розового фламинго надувного в бассейне вот походу я нашел нормальные угли надеюсь что они будут классные а не химозная здесь вот такие вот установили вот такую штуку чтобы мы не дышали на продавцов она из пластика тархета оплатить будем обычным сбербанком прикольный был носильщик они не стесняются сниматься им очень нравится сниматься видео кстати как думаете может быть вообще на лоса подстричься то есть станком пройтись что прям было лысиной циркать как думаете оливия привет а тебе нравится папина новая прическа мы пошли на вечернюю прогулку а еще поступает много вопросов кем здесь работать спрашивают про много специальностей строители сварщики какие-то еще специальности сразу скажу здесь устроиться по специальности нереально здесь труд он так не ценится человеческий труд особо не оплачивается потому что здесь рядом есть регион гаити и это как сказать наши как в россии назвать их гастарбайтеры только гаитяне они здесь получают там доллар два-три сутки поэтому на высокие зарплаты здесь не стоит рассчитывать у меня всегда по жизни была такая история я старался на дядю никогда не работать это я считаю ну не помню вообще на кого-то работать то есть я вообще придерживался всегда следующей позиции то есть если я вижу какую-то как какой-то бизнес который мне очень интересен что я делаю я беру и устраиваюсь работать в этот бизнес смотрю все изнутри как все устроено как все работает смогу ли я также сделать и после этого обычно я открываю такой же бизнес и парней и и и и и и он он змей он воздушный змей запустил так далеко просто и конечно в детстве запускал но не так далеко поэтому пока вы не придумаете что-то свое думать что вот вы сюда приедете и устроить на какую-то работу его здесь все будет хорошо нет такого не получится такое получится обычно так поступают зимовщики то есть в россии холодно сюда приезжают много фотографов видеографов они здесь конечно демпингуют ценами опускают цены и грубо говоря там работают на еду и на жилье но конечно же заработать здесь не получится в этом случае потому что у них здесь цели одна провести комфортно зиму алива будем играть в прятки маруся будет открыть софа будет играть его будем играть в прятки да да сегодня мы играем в прятки а ты ленчик будет в пятки играть а я тоже буду играть в прятки дорог кто не спрятался я не виноват мы идем искать мы идем искать нашли алива ты чё так с такой забралась давай слазить а а а а а